Вы давно просили, писали, требовали, и, наконец-то, я это сделала. Это видео о шопинге в Будапеште. В Будапешт очень многие приезжают на шопинг. Здесь не меньше 10 крупных торговых центров, есть целые улицы, которые называются Fashion Streets. Здесь полно таких популярных магазинов, как Zara, H&M, Bershka и всего такого прочего. В то же время здесь есть множество люксовых бутиков, таких как Michael Kors, Gucci, Louis Vuitton, Burberry и всего такого прочего. И также здесь есть множество локальных брендов, о которых вообще можно делать отдельное видео. Несмотря на то, что в Венгрии один из самых высоких налогов на добавленную стоимость в мире, NDS 27% у нас, здесь одежда, обувь, аксессуары стоят гораздо дешевле, чем в таких европейских странах, как, например, Франция, Австрия, Германия, и особенно приятно здесь экономить на шопинге во время распродаж. Когда в Будапеште проходят распродажи, куда пойти на шопинг, где лучшие торговые центры, какие магазины сейчас популярны в Будапеште, какие есть венгерские дизайнеры и так далее. Чтобы ответить на эти вопросы и шире раскрыть тему шопинга в Будапеште, я обратилась к тем, кто знает шопинг венгерской столицы изнутри. О шопинге в Будапеште в целом и о люксовых бутиках расскажет Жужанна, супервайзер и мерчендайзер бутика Michael Kors на проспекте Андраши. О венгерских дизайнерах я поговорила с Ритой, продавцом в магазине локальных брендов Lollipop Factory. И о моде на винтаж мне рассказала Виолетта, основательница одного из самых известных секонд-хендов Будапешта, Love Bug Vintage. Девушки рассказали мне обо всем, что важно знать, отправляясь на шопинг в Будапешт, и несколько моментов я добавлю от себя, так что не будем тянуть, поехали. В этом вопросе мне поможет разобраться Жужанна. Меня зовут Жужанна, я работаю в Michael Kors на проспекте Андраши. Я работаю супервайзером, а также мерчендайзером. Самые популярные периоды распродаж в Венгрии – это сезонные распродажи. Зимние распродажи проходят в декабре и январе, а летние длятся с июня по август. Очень популярный период распродаж – Черная Пятница. Это последние выходные в ноябре. Также у нас есть Киберпонедельник. Он идет сразу после Черной Пятницы. Еще у нас есть пасхальная распродажа, которая обычно проходит в апреле. Дни Гламура у нас проходят в апреле и октябре. Обычно по 4 дня. Дни Джой также длятся по 4 дня в мае и в ноябре. А я теперь немножко поподробнее расскажу о каждой распродаже. Пожалуй, самая известная распродажа – это зимние распродажи. И, как сказала Жужанна, этот период начинается в декабре и заканчивается в конце января. Так получается, что это время совпадает с католическим Рождеством, а этот праздник в Венгрии гораздо важнее, чем Новый год. Рождественские каникулы в Венгрии длятся с 24 по 27 декабря, и к этому времени все стараются успеть закупиться одеждой, обувью на весь сезон, аксессуарами, подарками на Рождество, поэтому в это время скидки доходят до 70%. Следующая распродажа проходит перед католической Пасхой, и она начинается в апреле и длится в течение всего месяца. В это время скидки распространяются не только на одежду и обувь, а также на товары для дома и сада, и в это время скидки обычно достигают процентов 50%. Дальше Жужанна рассказала про такие распродажи, которые называются «гламур дни» и «джой дни». В оригинале они звучат как «гламур на пок» и «джой на пок», или в целом это все называется «купон на пок», и что переводится как «дни купонов» или «купонные дни». Если бы мне рассказали об этих распродажах, когда я только переехала, я бы сэкономила просто кучу денег, но я узнала о них только год назад. Вот в чем суть этих распродаж. Весной и осенью глянцевые журналы «гламур» и «джой» выходят в продажу с купонными буклетами. Среди всех купонов вы выбираете нужные, вырезаете их и идете с ними по магазинам. Купон на пок длится обычно 4 дня, с четверга по воскресенье, и в это время скидки достигают 10-70%. Причем купоны на скидки есть не только на масс-маркет, но и на дизайнерские бренды, о которых я расскажу чуть позже в этом видео. Даты весенних купонных дней в 2020 году уже известны. «Гламур» на пок пройдет с 16 по 19 апреля, а «Джой» на пок с 14 по 17 мая. Журналы с купонами начинают продаваться за месяц до старта распродаж. Купить их можно в газетных киосках, в супермаркетах «Лидл» и «Шпар» на газетных стеллажах, а также в таких магазинах, как «Дием» и «Росман». Вот так выглядит журнал с купонами «Гламур». Сори за вертикальное видео, это я снимал в октябре для Instagram Stories. К нему идет отдельная брошюра с купонами. Нужные купоны вырезаете и идете с ними по магазинам в указанные дни. И вот так выглядит журнал «Джой на пок». У него все купоны на последних страницах. Обратите внимание, что на обороте купонов написано условие. Например, некоторые купоны дают скидку на покупку только одной вещи, как, например, было в прошлом году в Эфроше. А некоторые купоны дают скидку только на покупку в онлайн-версиях магазинов. И так далее. В общем, обязательно обращайте внимание на то, что написано на обороте купонов. Там, конечно, все написано по-венгерски, но Google Translator вам в помощь. Воспользоваться купонами может кто угодно, неважно, туристовый или местный. Главное просто прийти в указанные дни, в указанные магазины с этими купонами. Некоторые даже не заморачиваются, не вырезают купоны заранее, а просто приходят с этими целыми книжками в магазины и уже вырывают или вырезают их, стоя в очереди на кассе. Это, конечно, абсолютно сумасшедшее время. Многие даже берут отгул на работе, чтобы быть у дверей магазинов уже к открытию. В это время собираются огромные очереди на кассах, в примерочные. Поэтому будьте готовы, что такая будет атмосфера слегка ненормальная. Следующая сезонная распродажа, о которой рассказал Жужанна, это летняя распродажа, которая проходит с июня по август. Но самый жаркий период приходится на период с июля по август. В это время размер скидок достигает 70%. Ну а дальше начинаются осенние гламурно-пок и джойно-пок. Это по 4 дня в октябре и по 4 дня в ноябре. К сожалению, когда они начнутся осенью 2020 года, пока неизвестно. Но подписывайтесь на меня в инстаграм, я там всегда сообщаю о начале таких акций. Следующая распродажа – это черная пятница. И, как сказал Жужанна, распродажа в Венгрии длится не один день только в пятницу, а все выходные с пятницы по воскресенье. Ну и после чернопятничных выходных наступает Киберпонедельник. Это день, когда можно купить со скидкой многие вещи именно в интернет-магазинах. Ну а дальше снова зимняя распродажа. О распродажах, пожалуй, все, но также важная тема, где все это покупать. Так что следующая часть – куда идти за покупками. Самые популярные торговые центры в Венгрии – это Arena Mall и West End. Оба находятся в центре. Самый большой торговый центр – это West End. А в арене больше лакшери-магазинов, например, Michael Kors и Lagerfeld. Самые известные модные улицы – это Androshin. Там такие магазины, как Gucci, Louis Vuitton, Michael Kors, а также популярные улицы Ватси и Fashion Street в центре города. Мой любимый торговый центр – это Allie и, пожалуй, Arena. Мне очень нравится Allie, потому что он не такой загруженный. Итак, Жужанна назвала несколько торговых центров и Fashion Street, но мне хотелось бы дополнить список. Как я уже говорила, в Будапеште около 10 крупных торговых центров. Из них я могу выделить несколько. Первый торговый центр – Allie. Это большой, красивый, светлый торговый центр. Там не так много народа, как в других торговых центрах. И сюда, кстати, можно приходить с собаками в целом, как и в остальные торговые центры Будапешта. Следующий торговый центр – Mammoth. Он состоит из двух частей. Одна часть старая, а другая новая. Чтобы пойти на шоппинг, лучше всего идти во вторую часть, потому что она более современная. Там и находится большинство нужных магазинов. Arena – тоже хороший торговый центр. Он большой, и в целом там есть все популярные бренды. Также мне нравится торговый центр Mompark. Он большой, красивый, светлый. Там очень много магазинов такой премиальной категории, вроде Carl Lagerfeld, Michael Kors и так далее. Я знаю, что венграм очень нравятся два торговых центра. Один из них называется West End, а другой Аркад. Но я не очень люблю эти торговые центры. Там всегда очень много людей. Там как-то шумно непонятно, куда идти. И дело в том, что эти торговые центры находятся возле вокзалов и транспортных пересадочных узлов. Поэтому там всегда очень много людей и не самая приятная атмосфера. Но это чисто мое отношение. Вы решайте сами, идти вам туда или нет. Следующие места, куда можно отправиться за покупками – это Fashion Streets. Их в Будапеште три. Первое, мне кажется, очень многие знают – это улица Ватсы. Она, наверное, самая популярная улица в Будапеште. Это большая улица, которая делится на две части. Первая начинается у центрального рынка и заканчивается у проспекта Кошет-Лайош. И на этой части в основном какие-то туристические магазинчики, сувенирка, какая-то одежда небрендовая, непонятная, какие-то рестораны. Вот, если вы идете на шоппинг, то вам нужна вторая часть улицы. Вторая часть улицы начинается от проспекта Кошет-Лайош и заканчивается у площади Верош-Марти. И как раз на этой части находятся магазины популярных брендов, таких как Бершка, H&M, Zara и так далее. Вторая Fashion Street начинается от площади Верош-Марти и заканчивается у метро Диак-Ференс. Здесь расположились такие магазины, как Массимо Дути, Кос, Лакост и так далее. И третья Fashion Street, конечно же, проспект Андраши. Здесь находятся в основном премиальные бренды, такие как Майкл Корс, Гуччи, Луи Виттон и другие магазины очень известных брендов. А какие есть локальные бренды? В Венгрии есть свои прекрасные дизайнеры локальные, которые делают очень достойную одежду, и она определенно заслуживает места в вашем гардеробе. О венгерских дизайнерах премиальной категории мне рассказала Жужанна. Самые известные венгерские бренды – это Даларна, Нанушка, Нубу. Мой любимый бренд – Даларна. Это очень элегантная одежда с очень хорошими формами. Она подходит для разных мероприятий. Если вы хотите узнать о других венгерских дизайнерах и брендах, то я оставлю в описании ссылку на Будапешт Fashion Week, которая пройдет в марте. Там есть раздел на сайте, где как раз представлены все заметные фигуры этой индустрии. Так что смотрите, в описании будет ссылочка. По всему городу также разбросано очень много дизайнерских маленьких магазинчиков, например, Zani, Wonderlab, Blow. Ссылки на все я оставлю в описании. Но мне также хотелось бы рассказать о венгерских дизайнерах, которые делают одежду на каждый день. И чтобы рассказать о них поподробнее, я отправилась в магазин Lollipop Factory к моей подруге Рите. Меня зовут Рита. Я работаю в этом магазине где-то уже около двух лет. Бренд Lollipop Factory существует уже около 15 лет. И да, он становится все больше и больше. У нас есть бренд X-Fismo, также наш фирменный бренд Lollipop Factory, Essie Denzor для девушек и Hyperball, состоящий только из переработанных материалов. И это все венгерские дизайнеры? Да. Ну, то есть мы говорим локальные дизайнеры, потому что, ну, кто сейчас венгер? Сложно сказать, какой бренд мой любимый, потому что все постоянно меняются. И здесь постоянно бывают вещи, которые просто неожиданно появляются, и ты сразу в них влюбляешься. Мне очень нравятся бренды Smurgas, Essie Denzor, Pleasure and Pretty. А остальные бренды – это небольшие андеграундные приглашенные дизайнеры. Мы всем даем продавать свои вещи, ну, если они подходят нашему магазину. Вы продаете только лимитированные вещи, которые не повторяются? Это зависит от технологии, которую использует дизайнер. У каждого она своя. Но чаще всего – да, только несколько образцов каждой вещи. В Будапеште, как и во многих других городах Европы, сейчас очень популярны винтаж-сторы, или, как мы привыкли их называть, секонд-хенды. Конечно, в Будапеште полно секондов, где продается обычная одежда, и где нужно перерыть просто тонну вещей, чтобы найти что-то стоящее. Но мне хочется рассказать вам о действительно крутых секондах в Будапеште, где одевается молодежь, и не только молодежь со всего мира. Один из таких секондов называется Love Bug Vintage. О нем и вообще о моде на винтажную одежду я спросила у его основательницы Виолетты. Привет, я Виолетта, я владелец этого домашнего магазина. И он немного отличается от обычных магазинов. Здесь нет витрин, мы на первом этаже жилого дома, нас непросто найти, потому что здесь нет привычных витрин и вывесок. Чтобы попасть к нам, нужно позвонить в звонок с улицы. Поэтому, находясь в магазине, ощущаешь какую-то таинственность. Вся квартира – это магазин. В каждой комнате наши сокровища. Здесь можно купить почти все. Иногда люди даже хотят купить мебель, но мебель не для продажи, к счастью. Мы продаем винтажную одежду, очки, аксессуары, обувь. У нас есть только один или два образца каждой вещи, поэтому все здесь можно назвать уникальным. Здесь ты можешь почувствовать себя расслабленно. Если хочешь просто осмотреться, померить что-то, сделать фотки – это нормально для нас. Если не хочешь ничего покупать – нет проблем. Вот почему люди действительно любят этот магазин. Я начала этот бизнес 10 лет назад. Сначала это был просто онлайн-магазин, а затем мы переехали сюда. Я тоже была здесь продавцом. Не только владельцем, но и продавцом-консультантом. Мы не продаем мужскую одежду. Ее нелегко найти, да и вообще мой мозг нацелен на поиск девчачьей одежды. Но у нас есть много универсальных вещей. Иногда девчонки приходят с парнями, и сначала парни такие «О, господи, что я тут делаю?». Но спустя 10 минут они такие «О, прикольный магазин! О, винил! О, шляпы, стикеры, постеры!». Так что да, очень забавно видеть, как парни тоже чувствуют эту атмосферу. А где ты находишь одежду для своего магазина? Это тоже не так просто. У меня нет какого-то одного магазина, где я беру все. Я собираю одежду в провинциальных городах, в других секондах, в интернет-магазинах. Я хожу на блошиные рынки. Я постоянно езжу на блошиные рынки в другие страны. Например, моя следующая цель – блошиный рынок в Стамбуле. В прошлом месяце мы были на Шри-Ланке. Это был наш летний отпуск, но я тоже собирала там вещи. Старые винтажные очки в хорошем состоянии будут стоить очень дорого, и их сложно найти. Поэтому вот эти новые, но они тоже смотрятся чудно, и они недорогие. В общем, я много путешествую и всегда ищу всякие вещи за границей. Но у меня есть классные места и в Венгрии тоже. Как думаешь, почему винтажные магазины так популярны? Когда я была подростком, я покупала одежду в секондах, потому что в Венгрии не было магазинов. Это было время после коммунизма, и у меня не было достаточно денег, чтобы покупать новую одежду. Сейчас это не только экономия денег, но и помощь окружающей среде. Люди покупают слишком много вещей, заводы производят слишком много вещей, которые быстро превращаются в мусор. Я думаю, поэтому винтажные магазины так популярны сейчас. И также потому, что здесь продаются уникальные вещи. Когда идешь в большие магазины, вещи там выглядят хорошо, но все девчонки в них выглядят одинаково. А здесь ты можешь найти действительно уникальные вещи. В общем, в Будапеште очень развиты секонд-хенды, их действительно здесь много, и помимо винтажного магазина Виолетта, я также могу выделить несколько других секондов. Это Red Rock, Poster Store, который пишется как P-S-T-R Store, а также это Sea Plus и Sputnik Shop. Ссылки на все я оставлю в описании. Это всегда очень стильные магазины. Там всегда светло, приятно пахнет, там хорошие продавцы, классная музыка всегда играет. Такая дружелюбная атмосфера. В общем, ссылки на все классные секонды, которые я знаю в Будапеште, я оставлю в описании. Об одежде мы вроде бы уже поговорили, так что хотелось бы немножко рассказать об обувных магазинах. В Будапеште очень развиты такие обувные сети, как Deichmann. Многие россияне произносят это как Deutschmann, ну правильно, Deichmann. Дальше Office Shoes, Humanik и CCC. Многие из этих сетей вам покажутся знакомыми. В таких сетях, как Humanik, Office Shoes и Deichmann, продаются как и очень известные бренды, такие как Adidas, Converse, даже Carl Lagerfeld, по-моему, продается в Office Shoes, так и менее известные бренды. Есть сеть магазинов Players Room. Это венгерский бренд, они очень классные, они не производят свою одежду и обувь, они больше как ритейлеры выступают. И в их магазинах можно купить Adidas, Converse тот же самый, New Balance и все остальные популярные спортивные бренды. У них в магазинах действует такая система. Когда вы заходите, вы видите, что на ценниках указаны две цены. Одна, ну, какая-то большая цифра, другая чуть поменьше. Дело в том, что вот этот ценник поменьше, он относится к тем, у кого есть клубная карта. Чтобы получить товар по сниженной цене в этом магазине, не нужно ничего особо ждать, нужно просто заполнить анкету, вам дадут карту, вот эту клубную Players Room, и вы тут же сможете ей воспользоваться. То есть не надо ничего ждать, копить какие-то баллы, просто пришли, оформили карту, купили тут же по сниженной цене то, что вам нужно. Также есть классный венгерский бренд, который называется Dorco. Пишется как DRK, многие наши с вами соотечественники произносят как DAK. Этот венгерский бренд, в отличие от Players Room, как раз-таки производит свою одежду и обувь. Это тоже в основном спортивный стиль, и у них работает такая же система, как в Players Room. Я имею в виду систему с вот этими дисконтными картами. То же самое, приходите, оформляете карту, тут же сразу вы можете ей воспользоваться, чтобы получить скидку на какую-то вещь. А что насчет косметики? Из венгерских косметических брендов, если честно, я знаю не очень много, но могу отметить, например, такой бренд, как Amarovitsa. Это венгерский бренд, довольно старый, который производит натуральную косметику, натуральные крема на основе термальной воды, которая добывается как раз-таки в Венгрии. И это довольно дорогой бренд. Из венгерских брендов подешевле я могу отметить такой бренд, как Cap. Он довольно молодой, появился где-то в 2014 году. Состав этой косметики не такой натуральный, как, например, у Amarovitsa, но, тем не менее, я думаю, подойдет для тех, у кого нормальная кожа. Еще в Будапеште есть несколько сетей, которые не являются венгерскими, но они здесь настолько давно, что всеми уже воспринимаются как свои. Это Drogeri Markt, который просто пишется как DM, это немецкая сеть. Дальше Rossmann и Müller. Это магазины, в которых продается не только косметика, не только какие-то крема, но а также носочки, колготки, какая-то здоровая еда, здоровое питание. В общем, это очень клевый магазин, они очень популярны, в них тоже есть своя система скидок, свои дисконтные карты. Например, в Müller после каждой покупки вам дают чек со скидкой на следующую покупку, и размер вот этой скидки зависит от того, насколько вы накупили в этот раз. И, конечно же, в Будапеште есть все популярные косметические бренды, вроде Yves Rocher, Clinique, L'Occitane, того же самого. Короче, все популярные магазины, все популярные бренды у нас есть. Что еще нужно знать, чтобы выгодно пошопиться в Будапеште? На этот вопрос мне ответила Жужанна. Иногда, если вы выбрали последнюю вещь, вы можете получить на нее скидку 10%. На проспекте Андрэши очень много лакшери-магазинов. Туристам они могут предложить оформить возврат налога. Например, в нашем магазине это 14%. Также в нашем магазине мы всегда предлагаем покупателям воду, кофе, шампанское. Это абсолютно бесплатно. В Венгрии есть две такс-фри-компании. Одна из них Global Blue, наиболее известная, и Premier Tax Free. Мы пользуемся Premier Tax Free, но я думаю, это почти одно и то же. Минимальная сумма возврата – это 60 тысяч форентов. Это около 180 евро. В магазине нужно будет заполнить бумаги, написать свое имя, адрес, номер паспорта и просто взять все это с собой в аэропорт. Там находится офис Tax Free. И в целом все. Кстати, и у Global Blue, и у Premier Tax Free есть свои удобные приложения, где вы можете посмотреть все магазины, которые участвуют вот в этой системе Tax Free, где можно оформить какие-то скидки, поэтому тоже ссылочки оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, кажется, это все, что я хотела рассказать о шопинге в Будапеште. Надеюсь, теперь вам стало понятнее, где, что и когда покупать. Если да, то, пожалуйста, поддержите это видео лайками, мне будет очень приятно. А если у вас есть вопросы, то пишите их в комментарии. Я попробую на все ответить, попробую найти всю информацию. Если что, то подключу девчонок из интервью. Все полезные ссылки я оставлю в описании под этим видео, а также продублирую их в закрепленный комментарий под этим видео. Пожалуйста, обратите на него внимание, потому что там будет очень много крутых ссылок, очень много полезной информации, которая пригодится вам, если вы собираетесь на шопинг в Будапеште. Также выражаю огромную благодарность руководству Empathy Cafe, любезно предоставившему мне зал для съемки. Empathy Cafe – это представительство международной гуманитарной организации «Красный крест», а также кофейня с отличным кофе, прекрасным интерьером и очень классным персоналом. И на этом все. С вами была Гришанова Live. Все остык! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!